Привет всем, вы на канале AndroNews. И в этом видео я вам расскажу, как можно потратить 1200 долларов на смартфон, который никто никогда не купит. Знаю, идея так себе, но тем не менее, я вам об этом расскажу. Речь идет о смартфоне Essential Phone PH1. Это тот самый девайс, который не мог выродить Энди Рубин в течение 2-3 месяцев. И для тех, кто не знает, кто такой Энди Рубин, это один из основателей Android. Именно поэтому я думал, что этот гаджет должен получиться годным. Он работает под управлением чистого Android. У него отчасти инновационный дизайн. И все это давало повод полагать, что все у производителя получится. Но на самом деле, что-то пошло не так. И в этом видео я постараюсь вам объяснить, что именно. Но для начала я вам расскажу свою небольшую интересную историю о том, как я заказывал этот продукт из США в Украину. Как правило, в таких случаях люди пользуются услугами посредников. У посредника есть физический адрес США. В магазине отправляют на этот адрес посылку, и после этого посредник уже доставляет вам ее на дом. Я воспользовался услугами сервиса US Go Buy. И вы знаете, это самая отвратительная контора, с которой я работал за последнее время. Ну, конечно же, после новой почты. Ну, во-первых, я заказал и оплатил свой заказ за смартфон плюс 360 камеры. В итоге я получил только смартфон. Куда делась камера, вообще не ясно. Во-вторых, посреднику за его труды я заплатил 10% за то, что они, в принципе, доставят этот товар. В итоге, со всеми этими посредническими надбавками у меня получилось приблизительно 900 долларов. Вот, разумеется, смартфон на таможне тормознули. И я бы, в принципе, сейчас не ныл, если бы не одно «но». Ужасная работа службы доставки UPS. Для того, чтобы оформить мою посылку, мне нужно было потратить на это около недели своего личного времени. Сюда входила бюрократия, некомпетентность и отсталость некоторых сотрудников компании UPS. И это все при том, что я готов был заплатить в казну государства 250 долларов. А это, между прочим, 3-4 месяца уплаты единого налога в Украине. В общем, мало того, что я не мог отказаться от посылки на полпути, так они еще высосали с меня все соки в то время, когда я мог пилить для вас контент. Это я вам рассказываю к тому, что в следующем видосе я постараюсь вам посоветовать годного перевозчика товаров с Америки в Россию и в Украину. Кстати, завтра будет презентация компании Google. Именно в этом видосе я вам дам рекомендации. Ну а пока что давайте посмотрим, что ко мне все-таки приехало в этой коробке. Essential Phone поставляется в довольно простой упаковке. В стандартный комплект входит быстрая зарядка, переходник с USB-C на jack 3.5 мм и все. Как я говорил, заказывал и платил я за смартфон с фирменной камерой, но ее мне не прислали. Сам аппарат можно легко добавить в коллекцию безрамочных устройств с рамками. Вот как он смотрится рядом с Galaxy S8, Xiaomi Mi Mix 2 и дешевым китайским безрамочным смартфоном. Ну и для полной ясности сравним его с OnePlus 5. Диагональ дисплея Essential Phone составляет 5,7 дюймов с матрицей IPS и с Quad HD разрешением. Напомню, что у OnePlus 5 диагональ дисплея 5,5 дюймов. Но тут есть одна небольшая хитрость. Вся красота Essentials заметна только в интерфейсе и некоторых приложениях. Итог, красота это понятие растяжимое. Лично меня не устраивает расположение фронтальной камеры. Лучше бы ее уже расположили как на Mi Mix 2. А так, получается, что в некоторых приложениях часть экрана просто остается незадействованной. И экран становится не таким большим, как нам его рисуют на официальном сайте. Плюс в некоторых приложениях часть экрана съедают на экранные кнопки, что тоже жутко бесит и убрать их нельзя. Так-то об интерфейсе долго говорить не придется, потому что это чистый Android. И могу сказать сразу, что с момента первого включения аппарат меня совсем не впечатлил. Но стоило им немного попользоваться, как ситуация изменилась. Перелетело два обновления, которые здорово ускорили скорость работы системы. Посмотрим, что будет дальше. Ведь полный обзор выйдет спустя несколько недель использования. Пока что в теории радует то, что каркас смартфона выполнен из титана. По заявлениям производителя, он должен быть очень прочным. Обращаю я на это внимание, потому что мой Galaxy S8 разбился после падения с высоты около метра. И это проблема современных девайсов на радость с сервисным центром. Можете заценить фото в моем инстаграме. Тыльная панель выполнена из керамики. Выглядит такое решение очень богато. Но и отпечатки собирает нехило. Видно, что разработчики смартфона хотели напрочутеть стереотипов. И даже лоток для сим-карты расположили на нижнем торце. Правда сим-карта только одна. Зато поддерживает работу во всех бендах. Мультимедийный динамик установили совсем не в удачное место. Так как при горизонтальном расположении динамик можно легко закрыть ладонью. Все ругают Essential из-за камер. И я понимаю почему. Так как у меня уже есть первые примеры съемки. Но мало кто учитывает тот факт, что глазок камер при этом не выступает. Хотя согласен, для флагмана это не оправдание. Смотрим первые примеры плюс небольшое сравнение с восьмой галактикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удивляет то, что производитель умудрился прикрутить фронталку с возможностью записи видео с разрешением 4К. Спрашивается, зачем? Мультимедийный динамик громкий, хоть и без низких частот. В целом неплохо. Итак, первое впечатление. На мой взгляд смартфон оригинальный. Выглядит действительно эффектно и богато. Особенно впечатляет дисплей. Видно, что на материала корпуса никто не экономил. Русский язык есть из коробки. Поддержка всех бендов также. Производитель решил не менять привычный форм-фактор смартфона и оставил разговорный спикер и камеру на своих местах. С одной стороны это хорошо, но с другой, такое решение с бородой для камеры мало кого устроит. Нет влагозащиты, нет оптической стабилизации изображения, недоступен для покупки в наших странах. Одним словом, это дизайнерское решение с кучей компромиссов. Он однозначно отлично пополнит мою коллекцию безрамочных смартфонов. Но уже сейчас я могу сказать, что это не идеальное решение. За момент теста этого смартфона я обнаружил еще один баг. В приложении камера бывает вылетает. И в том же самом приложении камера при видеосъемке часто не работает автофокус. Он работает, бывает, бывает не работает. Это все нестабильно происходит. То есть в плане ПО пока что еще сырое. В любом случае я сделаю для вас полный обзор этого смартфона лишь только по одной простой причине. Мне интересно, как производитель будет бороться со всеми этими багами. Будет ли он как-то дорабатывать свои прошивки или оставит этот смартфон на полпути. Ну типа не зашел, ну и все, забудем мы про Essential Phone. А вдруг он для меня откроется как для пользователя с другой стороны. И после двух недель использования, то есть он прям вот мне понравится. Поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою страницу в инстаграме. Там в скором времени будет выходить множество трейлеров перед новыми видосиками. Подписывайтесь на канал и да пребудет с вами Android. Пока-пока.